И сразу вопрос, а что она ела? Уже воскресший должен подкрепляться силою. В православии речь идет о реконструкции падшего грешника, о восстановлении. А по Библии речь идет о воскресении. Стань спящей, воскресней из мертвых. Это большая разница. Одно дело, человек что-то повредил, какой-то орган, потеряв глаз, руку, а другое дело, он убит. У православных не то, что неправильно, а антихристианское отношение к падшему человеку. И поэтому с такой легкостью любому говорят, сходи в храм и споведайся, причастись. А надо воскресить, это первое. А потом его кормить надо. Надо же в больнице, даже когда и лечится человек, дайте ему есть. А вот этого-то тоже у нас не было. Я все задумываюсь об этом празднике. Слово праздник означает не работать, праздновать. И торжество. А если эта речь связана с храмом, то когда храм построен был, написано Соломон, сколько дали народу, чего? Мясо написано по большому куску, мясо и проще. Ни о каком посте в праздник речи нет. Это один раз из 12 православных. Вопреки смысла. Почему? Ответа я никакого не нахожу. Только одно, что монастыри, монахи, они это могли сделать. Тем более, суббота, в канонах написано только одно, которые постятся перед Пасхой. А сегодня как раз попадает в субботу. Дунадий, десятый праздник, пост. Нет такого, ну, вероятно, Богородица, Благовещение, и написано даже преображение. Разрешается рыба. А тут раз, пост. И не совпадает ни с канонами, ни с чем. Почему никто об этом не задумывается? Пересмотреть это очень просто. Я могу поститься, но не соответствует это православным канонам. Праздник, это торжество. Господь, говорит, будет взят всенечеловеческий, и все дни будут поститься. А здесь не относится к тому, что Христос взят, а построен храм, найден грех. Песницу постимся, объяснение дается, напоминание о его жертве, страдании. В Деяниях апостолов 10.41. Не всему народу, но свидетелям, предыданным от Бога, нам, которые с ним, и пили, и ели по воскресению его измертвых. С воскресшим Христом пили и ели. Это доказательство того, что он воскрес. Дух не нуждается в этом. Лука 24.30. И когда он возбежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Но все относят это к причастию. На Лука, говорит, нет. Сначала он совершил еврейскую Пасху. Вначале. А еврейская Пасха это самое натуральное насыщение. Не как у нас там маленькой ложечкой, лжице, там грамм какой-то. Это настоящая чаша, пили вино, настоящий барашек. И написано, его надо съесть. А если баран, годовалый баран, годовалый, это много мяса. А семья маленькая, позовите соседей, чтобы утру все сели. Самое нормальное было насыщение. Но сегодня так готовят шашлыки на огне. Лука 24.42.43. Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И взял вестребили. Это было заставлением того, что действительно Господь воскрес, что Он живой, что это реально. Вот часть рыбы. Ну рыба-то не маленькая была, если одной части хватало на них. Христос взял и верил, что Он ее съел. Это нам пример. Когда мы речь идем о Христе, то должны кое-что иметь. Проповедуя бедность, какой-то предел должен этой бедности быть. Один предел это беспредел. Когда все есть. Как у Иова, как у Давыдова, как у Соломона. А другой, давай, положи во все свое пропитание. Мы где-то посредине находимся. Чтобы у нас было встретить гостей. Черку угостить. Матфея 25.37. Тогда правильники скажут ему, вот, говорит, Господи, когда мы видели тебя алчищем и накормили, или жаждущим и напоили. Этот вопрос ставить надо сегодня. Там уже бесполезно. А где и как мы накормим? Кого? Сегодня, 27 сентября, исполняется в 5 часов вечера ровно 46 лет, как я получил в руки Евангелия. Меня накормили. Я обратился. Я не знал слова Евангелия. И в этот же вечер мне и показали Библию, что это еще Библия. Да, Библия была иллюстрирована в Юстал-Амдере. Вот сегодняшний день как раз. Это день моего начала пути. Этой пищей я постарался в этот же вечер накормить на корабле находящихся людей. И за 42 года, думаю, я пытался и, может быть, и накормил тысячи людей. И тысячи раз собирались у меня на дому люди. Тысячи раз. Тысячи раз старался кормить в университетах, в школах и всюду. Насколько это было удачно, я не берусь судить. Но я старался подкладывать в пищу самую разнообразную. Фактически в книгах я отвечаю на 4 тысячи вопросов. Это 4 тысячи обедов. 4 тысячи обедов на что-то. Вот если вы питались. Я вас призываю к тому, что чего я не сумел сделать, не хватило ума, грамоты, духовности, повреждение мое помешало. Донесите дальше. Дайте им есть. Накормите священников. Господь говорит, когда люди грешат, я накормлю их полынью. Я накормлю их желчью. Вы желчью убрасывайте, когда корите. А представьте, одна желчь в тарелке ее хлебать. Вот так кормят. Такие есть повара. И недоваренная пища плохо, и переваренная толку нет. Даже уметь готовить надо. Попутно напомню, никогда на растительном масле ничего не жальте. Почти 100%. А в рак желудка и рак кишечника будет. Ничего. Никогда. Вот. Это тоже смысл в этом какой-то есть. Надо знать, как готовить. Не переварить. Пища должна быть чистая. У меня была задача в жизни людей усадить у ног Христа, не лишая внимания им Марку. Марку маленько разгрызлить надо. Без Марка нам никуда. Мы сразу же тоскуем. Это мы привыкли такими духовными казаться. Я благою счастье забрала. А Марка один день только не дает. Кого один день? В обед. Пришли, сидим. Никого. Марка нет, но и забегали, и заискали. И Мария нам уже не нужна. И Мария будет искать ее. Значит, надо быть и Марфой, и Мария. А вишни не заботиться. Римлянам. 12.20. Итак, если врат твой голоден, накорни его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сието, соберешь ему на голову горящие уголья. Накорми его пищей телесной. Не забудьте про духовную. Когда у нас сестру в городе воровали, то я сказал, что каждая сестра сумочки имела Евангелие. Сумочку вывернут. Унесутся, чтобы Евангелие было. Ну, как-то сами позаботьтесь. Куда-то идете, возьмите. Тем более, нам Господь так многое дал. И с нас очень сильно Господь просит. Как мы этим распорядились? Я прошу, кто едет в город, зайдите ко мне. Я вам еще больше дам. Из города привезу. Слово Божие. 1 Фис. 2.7. Мы могли явиться сваженностью, как апостолы Христовы, но были среди вас тихие, подобно кормилися, как нежно обходиться с детьми своими. А как кормилися, нежно обходиться? Она знает, какую пищу дать. Да не слишком горячую. Можешь так дать, что и сморит ребенка. Все должно быть на пользу организму. И надо знать, в каком состоянии люди, в чем они нуждаются. Сегодня ничего они не знают. И говоря о истине, приходится говорить и об отраве. Никак нельзя об этом обойти. Какая пища очень вредная, какая ядовитая. Самая ядовитая пища та, которая прямо не указывает на Христа. Кормят, кормят, он рахитик, растет, раздувает, коротко никакого духовного нет. Я считаю, вот это все, что сегодня делается в церкви. Все эти крестные ходы, ходят, толкают людей, а ничего не зная, встречаются страшные злые, обозленные. Евангелие, какое еще Евангелие? И при этом свидетельство абсолютно отовсюду. Почему ты отрастил волосы? Я в монахи собираюсь. Приехал, нам батюшка рассказывает. На Евангелие. Какой Евангелие я в монахи иду? В монахи идут, Евангелия не надо. Вот, ездили мы здесь. Я предлагаю Евангелие. А какой Евангелие? Я кержачка. Значит, Евангелия кержакам не надо, монахам уходить не надо. А кому нам тогда надо? Это Христос тебе не нужен. Истинная пища та, которая дает духовный рост. И пища такая, которая лечит. Пища очень много излечивает, правильное питание. Если кто не знает, я вас научу лечить. Вот болеет желудок, что-то ставит, а не как. Очень просто. Одну ложку меда за час до еды утром, слизывая, ничем не запивая. Месяца через три ты посмотришь, что с тобой будет. Одну ложку натурального меда, невыдуманного. Вот и все. Ничего больше не надо. Естественно, обратитесь к Господу. Читай каждый день Евангелие. Возьми себе это за правило. Это за правило. Мед есть, Господи. Ты дал такое удивительное насекомое. Слава тебе. И цветы чудные. И она собирает. Слава тебе. Аллилуйя. Ну, прочитай такую молитву своими словами, Господи. И мне сказали, что мед удивительное лекарство. И мне оно поможет. Слава тебе. Я тебе послужу, Господи. Ты только поставь меня на ноги. Прежнего не найдешь. Проверь меня. Я как золото переплавленное буду. Ну, пообещай Господу. И крепко этого держись. Да напиши где-то. Лукаш 21.34. Смотрите же с собой, чтобы сердца ваши не отягчались. Объедением, пьянством, заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг вас независимо. Пьянство и еда. Прямо указывается. А уже заботы дальше идут. Смотрите. Чтобы не отягчались. Не отягчались. То есть непрерывно человек думает. Заботится. Господь нас предупреждает. И все для молитвы. Да, как будто бы. Я и не думал о том. Когда ты думал, что вот тогда. 60... 46 лет назад получишь Евангелие. Нет. Я желал слова слышать. Я хотел иметь спасение. Очень хотел. Но где, я не знал. Я не знал. А Господь сорвал предел. Я не искал ни там. За всем, где я думал найти. Я искал в библиотечных книгах. В разных библиотеках. В республиканском значении. И нигде ничего не могу найти. Простой. В сектанской хате. Я это нашел в 50 минутах. Вот как Бог это сделал. Филиппийцам 1.27. Только живите достойно благорестования Христова. Чтобы мне приду ли я к вам. Увижу вас. Или не приду. Слышите вас. Что вы стоите в одном духе. Подвязаясь единодушно за веру евангельскую. А это возможно тогда. Когда мы эту веру знаем. Когда на столе у нас будет евангельская пища. А второстепенно никогда не спорти. Разницы никакой нет. Все остальное если мы не получим жизнь мельчинам. Вот в самый центр говорите. Тебе это надо. Ты сейчас об этом споришь. Не думайте что Бог нас там будет спрашивать. О том чего в евангелии нет. Нет. Определенно. И он спросит накормили. На первом месте накормили. Это значит очень важно. Это буквально накормить. А ты скажи. А это надо понимать и духовно. А кого я накормил. Ни одного человека кто с тобой узнает. Ты не пропусти. Вот там приезжают врачи. Ветеринар. Вчера ветеринар был. Вы что ему. Даже не мое дело. Я увидел. Коровы идут среди дня. Я говорю. А что тут. Глаз смотришь и коровы говорят. Опять. Ну ему что-то подарили. Ветеринар. Да или нет. Вы даже ответить я не могу на этот вопрос. А ведь в вашем дворах он был. Вашу скотину он старается узнать. Больная она не больная. Смотрите на него положительно. Что он хочет вам добраться. Вы ему дали или нет. Он может заразить всех коров. Дали ему пищу или нет. И скажи. Молоко-то хорошее. Но еще лучше. Вот есть где. Ну найди какие-то слова. Не знаешь. Позови того кто может. Сам посмотри. Вот я прямо так думаю. Что может ему ничего не подарили. Купи книгу хорошую подарили. Но не такие же это большие деньги. Это никакая нельзя. Да расскажи им. Вот я говорю. Приезжали электрики. И в глаза взбили. Открыл машину. Остали говорить. Так они все оставили. Таким вниманием слушают. А у нас этого и нет. И шофер до этого курил. Даже в машине сидел. А тут я говорю. Чтобы в руках ничего не было. Все разъяснил ему. Ясное дело. Что в его жизни этот день будет иметь какое-то значение. А может это как раз тот день будет как для меня. Откуда знать. Там может все готово. Меня никто не уговаривал. Верили в Евангелие. Нетого слова не было сказано. Я понял то. Это то чего я искал. По губке собирал. Все божественное. Но внутри меня вспыхнул огонь сразу. Я нашел. Нашел. Я искал. Искал. Ни одной минуты меня никто не уговаривал. И может быть это такой же человек. Вы сами если этого не сделаете. Найдите его потом где-то в Корчене. Откуда он приезжал. Да может он не один еще ветеринар. А может у него шофер рядом сидит. Сами люди к вам идут. Кто бы тебе ни подошел. Сразвез вот приезжает. Что-то у вас покупает. Есть ли у них Евангелие. Начинайте с ними работать. Не надо ехать вам на край света мистянестов. Рядом. Да придите их да побеседуйте по-человечески-то. А эти люди тоже устали в грехах. Вот эта женщина приходит маленького ребенка в школе. Учится он здесь. Я уже несколько раз встречался с ней. Она около садов стоит и идет. Я говорю в брюках. Я тут никак. Увидел у меня. Вот на днях поехал. Она отвернулась. И как будто я сделал вид, что я ее не вижу. Она в брюках. Ей неудобно уже. Но я уже все ей сказал. В следующий раз. Ну поеду надо взять будет Евангелие. Я не думал, что она мне встретится. У вас дети учатся, чтобы ребятишки могли показать им пример. Я боюсь, чтобы ваши дети их не обидели. Вот это будет позор из-позора. Что верующие дети не верующие. А чтобы они ему сказали. Да завели его, да дали прочитать. Ребенку нравится у вас здесь быть. Филиппийцам 2.3. Ничего не делайте по любопрению. Или по счастливу. Но по смиренному зрю почитайте один другого высшим себя. Высшим себя. Это очень много значит. Не только те, которые рядом. А ты посчитаешь, что святые отцы, святые и дна. Они столковали Писание. Мученики какие были. Я говорю, почитай их выше. И почитай, что они сказали. Филиппийцам 3.16.20. Впрочем, до чего мы достигли? Так не должны мыслить. И по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, и теперь даже за слезами говорю, поступают, как в роде креста Христова. Их конец погибель. Их Бог чрева. И слава их с рамой, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем спасителя нашего Господа Иисуса. Бог чрева. Для любого человека, который живет для чрева, скажи, ты в Бога веришь? Нет. А чрева Бог? Да как чрева Бог? Ну написано. Опять открой, давай, прощай. Бог их чрева. Почему? А все живете для этого. Ты можешь быть спортивной, подтянутой, но Бог чрева. Ты живешь только для чрева. Ты разумеешь, что есть что-то большее. А большее, это для души. Простыми словами доведи его. Скажи, дети твои что знают? Если они не знают, это чревоугоднее тебя растут. А угодить до конца, чтобы человек доволен был, предела-то никакого нет. Достигчего надо еще больше взять. Если на столе вы себе на 6-100 рублей, надо больше. Вот я считал в отпуске олигарх. Каждый день тратят в отпуске 50 тысяч долларов. Каждый день. Понимаете? Только одно спросил проезжающего.